Заходим, 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 под тучку спрятали. Где у нас дождик? Дождик, дождик нас обнимает. Темная комната для релакса, первая ступень перед занятиями. Далее светлая комната и развивающие игрушки по методике Монте-Сори. 35-й детский сад посещают 68 малышей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями интеллектуальной деятельности. Специально для них здесь оборудовали классы, где ребенок во время игр сможет получить полезные навыки. Безиборды для изучения форм, цветов, звуков и даже расположения предметов в пространстве расположены по всему кабинету. За 10-20 минут в зависимости от диагноза ребенок успевает справиться с тремя заданиями и через непродолжительное время обрести положительную динамику в развитии. Одним из ярких примеров педагога с 30-летним стажем Галины Нейман стал мальчик, который практически не разговаривал. Вообще не говорил. Где-то через год мы работаем и Монте-Сори, и артикуляционная гимнастика. У него появилась речь. Он ушел от нас... Ну, речь какая? Подражательная, звукоподражание, слоговая речь. Отдельные слова простые он говорил. Через полтора года у него уже появились фразы диалогические. Ну, там, да, нет, но все-таки. Самый благоприятный период для развития ребенка считается до 7-8 лет. В этом возрасте дошкольные педагоги способны вывести малыша с отставаниями в развитии на среднестатистический уровень. А потому часть денег из программы «Доступная среда» власти решили реализовать сразу в пяти городских детских садах, где есть группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности. На закупку оборудования для этого дошкольного учреждения было выделено полтора миллиона рублей. Мы рады тому, что есть возможность еще в одном дошкольном учреждении создать условия для комфортного развития, создать условия для комфортного нахождения детей и для условий для их развития. Также в скором времени специальное оборудование появится и в бассейне «Надежда». Для детей с ограниченными возможностями здоровья там закупили специальные батуты, массажные коврики, сенсорный киосок и не только, потратив на это более миллиона рублей.